Пинь-Яу Барабан возвещает о приближении императорского посланника. Сам советник императора Мандарин встречает его со всеми почестями у ворот. Ведь властитель ждет от посланника только хороших местей из Пинь-Яу. Если в этом опасном месте построили такие неприступные стены, где легко могут разойтись два отряда и проехать пушки, наверное, там есть что охранять. Многие столетия Пинь-Яу, лежащий на краю лесового плато на севере Китая, был лишь незначительным районным центром. Отсюда управляли множеством бедных деревень. Однако в конце 16 века разбогатевшие ремесленники, красильщики и купцы из всей провинции поняли, что Пинь-Яу – отличное место для торговли. В городе пересекаются два торговых пути. В каждом доме теперь находится лавка, обменный пункт или мини-мануфактура. Серые черепичные крыши выглядят скромно, но яркие балконы выдают достаток. Крыши храмов покрыты цветной глазурью. Верования китайцев вобрали в себя идеи буддизма, даосизма, конфуцианства. Вера в духов сочетается с очень земными представлениями о счастье. Китайцы считают, что у каждого города есть свое божество. Ему и посвящен главный храм Пинь-Яу. Боги тоже нуждаются в защите. Драконы на крыше отгоняют злых духов. Однако против коммунистической революции они оказались бессильны. Храмы отдали под склады. Лишь в конце 20 века, после многолетнего упадка, их начали реставрировать. Теперь здесь снова обитель даосийских монахов. Новая гипсовая статуя городского божества. Сила традиции, иногда и вера, вернули храмы к жизни. Ведь иногда людям просто хочется пожертвовать пару монет или ладан. Это фрески 18 века. Городское божество, как мандарин, въезжает в город на Паланкине. Грешники бросаются ему в ноги. Местная знать встречает его низким поклоном. Его помощники отпускают летучих мышей, приносящих удачу. Двор для театральных представлений. Здесь восхваляли богов. Под роскошными крышами набожность соседствует жизнерадостностью. Жители поклоняются городскому богу, богу богатства и богу домашнего очага в трех соединенных между собой храмах. Бог богатства не выглядит счастливым. По легенде, у него нет сердца. Он держит в руках денежные шнуры. Золотой слиток – это не только его символ, но и символ всего Пиньяо, известного как город банков. Здесь, в 1823 году, был изготовлен первый вексель в Китае. Один торговец нес большие убытки, потому что разбойники каждый раз нападали на его продавцов. И они возвращались без выручки. Тогда он изобрел безденежную торговлю. С тех пор с помощью векселей из Пиньяо заключаются сделки даже в самых отдаленных уголках Китая. Один из потомков основателя первого вексельного банка теперь подрабатывает, выписывая древние чеки. Он делает расчеты и искусно выводит их тонкой кисточкой. В этих скромных комнатах заведовали миллионами. Сегодня этот банк является музеем. Только золотые слитки уже не из золота. Пиньяо становится богатым торговым центром, который должен себя защищать. Построенная в 1370 году стена была полуразрушена. Сейчас ее постепенно восстанавливают. Изнутри с помощью утрамбованной глины, снаружи с помощью обожженного кирпича. Все городские постройки оказались в тени высокой 10-метровой стены, протянувшейся на 6 километров. Так же, как в городе с каждой стороны света есть ворота, так в каждом храме есть четыре небесных стражи, которые свирепым взглядом и магической силой сдерживают врагов. Эти небесные стражи являются старейшими деревянными скульптурами в Пиньяо. Полные жизни даосийские храмы находятся в черте города, тогда как буддистские монастыри, как, например, Шуанлинь, одиноко лежат за городской стеной. Основанный в VI веке Шуанлинь – важная остановка на пути паломников из Индии в Северный Китай. После 400-летнего процветания храм пришел в упадок и обрел свое былое значение лишь когда Пиньяо стал торговым центром. Вместе с паломниками в город приходят торговцы. После удачной сделки и благополучного путешествия они благодарят богов и приносят жертвы в храме. Множество скульптур на стенах храма рассказывают о жизни исторического Будды, принца Сиддхарды. В то же время более двух тысяч деревянных скульптур позволяют заглянуть в повседневную жизнь Китая 400-500 лет назад. Зал просветленного Будды Шакьямуни – лишь один из десяти молитвенных залов храма. Наиболее почитаема богиня сочувствия и милосердия – многорукая Гуань Ин, помогающая всем страждущим. Ее мягкие черты лица дарят утешение. Ее окружают сотни святых – бодхисаттв. Они кажутся живыми, как будто спешат на помощь сквозь дождь и непогоду. Возвращение в Пиньяо. Здесь все не случайно. 72 наблюдательных поста напоминают о 72 мудрецах в конфуцианстве, традиционном китайском учении. Вход в Ямон – резиденцию правительства. Здесь, как в храмовых постройках, все важнейшие здания лежат на одной оси. Зал «Любви к народу» – здание криминального суда. Здесь мандарин вершил правосудие. Инструменты пыток стоят наготове. Они должны заставить обвиняемых признать свою вину. При необходимости их пускали в ход. Эдикты императора на китайском и манжурском языках. Мандарин прошел высочайшие экзамены на должность чиновника при императорском дворе. Теперь он – правая рука императора в провинции. Он управляет, судит, устанавливает и собирает налоги. Не без выгоды для себя. Двор гражданского правосудия. За ним лабиринт внутренних двориков с личными покоями. Храмы, мандарина, небольшая оперная сцена, налоговое бюро, сокровищница, караульные помещения, темница. При всем своем внутреннем великолепии снаружи ямин выглядит так же скромно, как дома простых горожан. По древним поверьям злые духи могут ходить только по прямой. Поэтому в каждый двор ведет небольшой изогнутый проход. В Пиньяо сохранилось больше 400 таких домов. В середине 20 века государство экспроприировало их и заселило в них по несколько семей. Пиньяо перестал быть финансовым центром. Но город продолжает жить. Только сейчас люди начинают сознавать красоту древности. И горожане надеются, что туризм вернет Пиньяо былое благосостояние. В этом отреставрированном доме теперь отель. Хороший пример для подражания. Однако экономическая выгода привлекает слишком многих. Уже существуют проекты по выселению половины жителей из городского центра, чтобы освободить его для туристов. Пиньяо в 20 веке снова стал захолустьем. Во многих китайских городах уже давно снесли крепостные стены, чтобы дать место современному транспорту. В Пиньяо на это нет средств. Может быть, именно поэтому здесь проснулась любовь к старине. Лучшие тому доказательства буддистский храм Джингуо, построенный 11 столетий назад. Буддизм уже давно утратил в Китае свое значение. Но люди по-прежнему ценят храм как свидетельство величия своей культуры, великого прошлого и мастерства своих предков. Когда во время культурной революции в 60-е годы 20 века красногвардейцы Мао Цзэдуна опустошали храмы, жители Пиньяо, недолго думая, превратили храм Джингуо в зернохранилище. Засыпанные зерном статуи и фрески спаслись. Городскую стену Пиньяо, призванную защищать богатство, не снесли из-за нехватки средств. Сегодня она сама стала богатством города. Пиньяо – это окно в другую эпоху. Типичный китайский город в 300-летней давности. Но особенная прелесть Пиньяо в том, что город живет. Пока живет. То, что город находится под охраной ЮНЕСКО, привлекает туристов, с которыми связаны надежды на его процветание. Однако Пиньяо грозит участь стать каменным музеем под открытым небом. Режиссер Гизела Мальман. Оператор Ральф Новак. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен фирмозвучен 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 фирмоз